Из бесед святителя Анна Таусова Верующий должен быть святильником для мира и солью. Я вижу, что многие после крещения живут не в брежне не крестившихся и даже не имеют никакого признака христианской жизни. Потому-то ни на торжеще, ни в церкви, ни скоро различишь, кто верующий, а кто не верующий. Разве только при совершении таинств можешь увидеть, что одни бывают высылаемы, а другие остаются в храме. А сегодня этого нельзя определить, потому что тогда было строго. Оглашенный язык, и декана проходят, и кто знает уже, выходят, и двери-то закрывают. Все, уже никто посторонний не будет верным. Тогда было так, а сейчас и этого уже нет. Между тем, следовало бы отличаться не по месту, а по нраву. Достоинства внешне обыкновенно познаются по внешним признакам. И наши достоинства надо распознавать по душе. Верующий должен быть виден не только по дару, но и по новой жизни. Верующий должен быть святильником для мира и солью. А если ты самому себе не светишь, то предотвращаешь собственной гнилости, то почему нам узнать тебя? Потому ли, что ты погружался в священные воды, но это может довести тебя до наказания? Величие почести для нежелающих жить сообразно этой почести увеличивает казнь. Верующий должен блистать не тем одним, что получил от Бога, но и тем, что ему собственно принадлежит. Надо мне, чтобы он по всему был виден. И по поступе, и по взору, и по виду, и по голосу. Говорю об этом для того, чтобы нам наблюдать благоприличие не для показа, а для пользы тех, кто смотрит на нас. А тем, с которой стороны не стараюсь распознать тебя, везде нахожу тебя в противоположном состоянии. Хочу ли заключить тебя по месту? Вижу тебя на конских рейсталищах, на зрелищах. Вижу, что ты приводишь дни в беззаконних и худых сходбищах, на рынке и в сообществе с людьми развратными. Сегодня не надо ходить ни на какие рейсталища, они все у каждого дома. Да еще никак, а в каждой комнате, в спальне, на кухне, там еще где. По несколько сразу театров в одном доме бывает. Хочу ли заключить тебя по виду твоего лица? Вижу, что ты непрестанно смеешься и рассеян подобно развратной блуднице, у которой никогда не закрывается рот. В притчах говорится, глупой смехи возвышает голос свой. То есть, чтобы узнали, когда смотрят в автобус, в другой раз, там стоят трое, четверо, и на весь автобус там ха-ха-ха, что весь опорно слыхает. А правильник, говорит, едва тихо улыбнется. Смешно, весело. Но улыбнись только, они во весь раскрытый рот раздаваются, чтобы хохот был на десятки метров слышен. Стану ли судить по тебе по одежде? Вижу, что ты наряжен ничем не лучше комедианта. Даже и одежда должна выделять христианина. Есть такое, я от себя добавлю. Есть такие были журнальщики, приходили, записки криминалиста. И там говорит так, что 80 с лишним процентов преступлений спровоцированы этими потерпевшими. То есть, какая одежда, как одета, что смотрят, какое поведение, как они ведут себя. Ни в одном, никогда репортажей, где-то заметки не было. Сказано, что когда выходят из храма люди, на Пасху, на Рождество много народу, и начинают бить в витрины в магазинах, машины переворачивать там и друг другу морды бить. Нигде такого не было. А вот срок концертов или там футбольных состязаний, выходят матчи, это почти всегда бывает. Почти. Редко где обходится без этого. Понимаете? Из этого даже мы и здесь что такое? Станут ли судить по тебе и по одежде? Вижу, что ты наряжен ничем не лучше комедианта. Стану ли судить о тебе по спутникам твоим? Вижу, что ты возишь с собой тунеядцев. Ильстецов. А народная мудрость говорит, что покажи, кто твои друзья. Я скажу, что ты есть. Станут ли судить о тебе по словам? Слышишь, что ты не произносит ничего здравого, дельного, полезного для нашей жизни. Буду ли судить о тебе по твоему столу? Здесь открывается еще более причин к осуждению. Итак, скажи мне, почему могу узнать, что ты верный, когда все исчисленное мною уверяет о противном? И что говорит, говорю верно. Даже человек ли ты? И того не могу узнать доподлинно. Когда легаешься, как осел, скачешь, как волк, Ржешь на женщин, как конь, Объедаешься, как медведь, Уточняешь плоть, как лошак, Злопамятен, как верблюд, Щищен, как волк, Сердит, как змея, Язвителен, как скорпион, Коварен, как лисицы, Хранишь в себе яд злобы, Как аспит и ехидна, Враждуешь на братьев, как лукавый демон, Как могу счесть тебя человеком, Не видев тебе признаков естества человеческого, Ища различия между оглашенным и верным, Подвергаясь опасности, Не найти различия даже между человеком и зверем, Как в самом деле назову тебя зверем? Ведь у каждого зверя какой-нибудь один из этих пороков, А ты, совокупив себе все пороки, Далеко превосходишь их своим неразумием. Назову ли тебя бесом? Но бес не служит мучительству, Чрево не любит денег, А когда в тебе больше пороков, Чем в зверях и бесах, Скажи мне, Как можно назвать тебя человеком? Если же нельзя назвать тебя человеком, То как наименуем тебя верным? Аминь. Аминь.